добрый день я вас приветствую на своем канале вселенная beautiful world это проект географии инвестиций мой публичный портфель и сегодня я подведу итоги августа и посмотрим какие будут перспективы в сентябре ну и до конца 2021 года включительно и так мой портфель за август месяц не очень сильно подрос плюсует всего 1,78 процентов это в моменте но и все равно август выдался таким нервным он и спускался вниз и плюсовал больше двух-трех процентов но все-таки пока в пятницу 27 остановился именно на отметке 1,78 процентов пока мы также и идем по портфелю 717 целых семьдесят две сотых процента годовых август показал рост в три целых в три целых процента и так в этом месяце уже никаких дивидендов нам не выплачивалось позиции по компаниям я не закрывал аутсайдеры все также discovery вип-шоп вип-шоп я кстати докупил но цена все-таки все равно пошла вниз докупал я ее на отметке 14 долларов 80 центов в данный момент компания торгуется на отметке 14 долларов 43 цента и средняя у меня в портфеле 16 29 16 долларов 26 центов минусует на 11 процентов но пока держим ее про китайский рынок поговорим чуть попозже в аутсайдерах также афк система интерао хотя у интерао наметился какой-то небольшой рост принципе пятый день подряд интерао показывает зеленые свечи так что я думаю рост продолжится и мы закроем эти семь процентов которые у нас минусом и выйдем хотя бы в небольшой плюс стать нефтью творится что-то непонятное хорошая компания но как-то она себя ведет очень очень странно если смотреть на график тут вообще ничего не понятно куда она собирается но я думаю если будут свободные деньги я все равно буду ее докупать даже если акция пойдет вниз и так в прошлом видео я рассказывал про цели по хаттингтона то что 15 с половиной и я позакрываю по ней позицию мы достигли цели 15 с половиной но я не закрыл эту позицию а перенес стоп заявку на отметку 16 долларов за акцию я думаю ее мы достигнем в ближайшее время тем более впереди закрытие реестра акционеров даже если цена и не вырастет что мало крайне вероятно и мы по ней увидим еще больше рост к отметке 17 17 с половиной но все-таки я думаю закрыть позицию по хаттингтону и не дожидаться закрытия реестра акционеров плюсует сейчас на 152 доллара ну где-то 10 процентов как всегда в моем портфеле мы по ней видим также снял стоп заявку по ойлу нефти нефтяная компания американская стоп заявка стояла на 6 долларов но я ее переносил на лимитную за заявку на 6 долларов 14 центов в пятницу ее не достигли подходили почти вплотную но нет поэтому пока мы прибережем эту позицию до понедельника посмотрим что нам покажет следующая неделя но я думаю если будет рост то рост в район 7 долларов за акцию мы увидим где я постараюсь и закрыть точнее не закрыть а зафиксировать прибыль по этой компании это компания полиметал полиметал показывает снижение по сути должно быть закрытие реестра факционера скорее всего это будет 2 сентября но информации пока поэтому я не вижу и даже в тинькове где указанные дивиденды на сентябрь 2021 года пока ничего не стоит вот полиметал показывает падение но я думаю мы его будем покупать потихоньку да кстати насчет компании хаттингтон я хотел бы добавить свой портфель именно на долгосрок с горизонтом несколько лет но для этого цена цена данная по которой у меня даже средняя 14 28 она очень высока я хотел бы увидеть где-то в районе 10 11 долларов за акцию и тогда бы я ее добавь так как компания ежеквартально платит хорошие дивиденды дивиденды у них хорошие они направляют восемьдесят шесть целых шестьдесят одну сотую процента прибыли на выплату дивидендов дивидендная доходность составляет три целых восемьдесят три сотых в год вырезан телекоммуникациям америке тоже показывает снижение с ней снизилась уже на больше чем два с половиной процента в моем портфеле средний у меня 56 долларов 22 цента покупать мы ее будем при освобождении денег допустим в том же из того же хаттингтона или ойла мы вложимся скорее всего в вырезан так как в октябре 7 октября но здесь пока нет никаких данных 7 октября должно быть закрытие реестра акционеров по этой компании дивиденды платится стабильно платится тоже ежеквартально 62 цента это больше одного процента 50 процентов прибыли эта компания направляет на выплату дивидендов дивидендная доходность составляет годовая 4 с половиной процента нлмк показывает то снижение то рост но все равно колеблется в диапазоне 230 270 рублей за одну акцию по компании 3 сентября будет закрытие реестра акционеров поэтому мы эту компанию держим и пока продавать не собираемся так как в декабре тоже должно быть закрытие реестра акционеров 3 сентября довольно хорошие дивиденды 13 рублей 62 копейки это пять с половиной процентов прибыли то есть вполне вполне хорошие дивиденды компания платит единственно то что да по сути всех металлургов очень сильно пощипали наше государство всеми возможными способами поддерживает поддерживает это так в кавычках поддерживает наших металлургов повышая налоги повышая все остальное но я думаю компании от этого не обеднеют а наоборот закрепятся то есть закаляться как стали станут еще сильнее и увереннее продавать металл за пределы нашего государства так что смотрим руссагра тоже остановилась на отметке 1141 1 рубль за акцию моем портфеле она уже показывает 27 практически 28 процентов вы выросла бумага очень жалею что я купил всего немножко их средний у меня в портфеле 892 рубля 20 копеек но я думаю мы такой цены уже по этой компании не увидим дивиденды руссагра объявила где-то 67 рублей на одну акцию или 83 0,8 в общем 83 цента на одну акцию они должны выплатить закрытие реестра акционеров примерно 16 сентября тот нефт тоже объявила о закрытии реестра акционеров 8 октября 16 рублей 52 копейки как по обычной так и по привилегированной акции это три но почти три с половиной процента доходности на акцию поддержим поддержим посмотрим возможно потать не все тоже дождемся закрытие реестра акционеров и получим вторые выплаты дивидендов за этот год и так что же нам ждать от осени 2021 года этому погода будет средняя немножко местами заморозки но все-таки мы будем в плюсовой зоне где-то до октября в октябре скорее всего мы увидим именно коррекцию полноценную коррекцию по рынку но не затяжной так как впереди будет декабрь и декабрь как обычно предновогодние ралли мы должны все таки застать почему именно коррекция будет в октябре или в ноябре потому что все равно рынок уже перегрыт и то что мы видим допустим на том же китае то что китайские акции идут вниз по несколько десятков процентов иногда в день уходят просто в минус с одной стороны да это регулирование именно государственная китайской компартии но здесь есть такой небольшой нюанс скорее всего это происходит из-за того что именно акции китайских компаний перегреты они находились на таких вершинах на хаях и именно компартия решила спустить таким образом немножко пар из своих компаний которые являются по сути частыми но все равно они полностью подчиняются коммунистической партии китая и тем самым я думаю все равно мы по акциям китайской компании мы увидим плюс у меня всего одна компания китайская это вип-шоп но я думаю все равно если она выйдет хотя бы в небольшой плюс я закрою ее и больше китайским компаниям я как бы присматриваться не буду конечно интересный перспективный рынок но те акции которые доступны на тинькофф брокере они все торгуются на американском рынке если бы у меня был прямой доступ допустим к гонконгу где мог бы покупать напрямую китайские компании китайские акции и вообще торговаться на азии то я бы с удовольствием покупал те активы которые там есть а здесь же опять напряженная ситуация америки китай даже вокруг афганистана в америке с китаем какое-то недопонимание потому что китай по сути граничит с афганистаном и они ведут диалоги с теми же с тем же талибаном а америка это не поддерживает так что если в ближайшее время не произойдет чего-то глобального каких-нибудь техногенных кадастров то рынок будет вести себя вполне спокойно джером пау уже подготавливает почву для того чтобы потихоньку сделать небольшую уверенную коррекцию скинуть то напряжение которое есть на рынке и все равно рынок пойдет опять же вверх потому что рост рост он будет и пока вот этот бычий цикл он еще не закончился и он еще продлится достаточно долгое время на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании и ссылка на открытие брокерского счета подписывайтесь на канал кто еще не подписался ставьте лайк колокольчик нажимайте чтобы одними из первых смотреть наши новые выпуски всем пока до новых встреч на проекте географии инвестиций и и и и и и и и